На сцену приглашается активист российского социалистического движения Дмитрий Герцман. Пожалуйста, поприветствуем аплодисментами. Здравствуйте, товарищи! Власти последовательно проводят неолиберальные реформы, реформы жесткой экономии. Они заключаются в том, что власти поддерживают профицит бюджета, который совершенно бесполезен и заключается в дефиците частного сектора. Власти уже провели пенсионную реформу, совершенно неадекватную, поддерживающую и продолжающую российское ноу-хау. Единственная в мире страна Россия, Российская Федерация, имеет регрессивную шкалу страховых взносов и пенсионного налогообложения. Россия уже провела реформу НДС. И вот теперь Россия проводит новую реформу, она повышает тарифы. Она повышает тарифы до 18% и больше, в тот момент, как за три года с последнего повышения тарифа Россия имела только 9% инфляции рубля. Это превышает инфляцию в два раза и более. Нам говорят о том, что это может быть выгоднее. О том, что Санкт-Петербург может сократить дефицит бюджета города. Более чем на миллиард упадет его скорость падения бюджета города. Но, однако, 11 миллиардов рублей губернатор Беглов проиграл на том, что он сделает с маршрутками в ближайший год. Кроме того, все мы знаем, что власти очень любят злоупотреблять таким термином, как средняя заработная плата. В этом году Росстат нарисовал среднюю заработную плату в 66 тысяч рублей. В свою очередь, модальная заработная плата для страны составляет в этом году всего лишь 23 тысячи рублей. Тогда как средняя составляет порядка 50. Три года назад в Санкт-Петербурге модальная заработная плата составляла 17 тысяч рублей. И три года назад общий единый тариф проезда в Санкт-Петербурге, 70 поездок в метро и бесконечно на общественном транспорте, составлял уже порядка 34 тысяч рублей. То есть составлял примерно одну пятую от заработной платы модального, наиболее часто встречающегося жителя города-героя Санкт-Петербурга. Все мы понимаем, что это неправильно, что это неадекватно. Санкт-Петербург имеет огромнейший бюджет. Этот бюджет на одного петербуржца и жителя острова Котлина и так далее составляет в 5 раз большую сумму, чем бюджет для жителя Саратовской области. Если каждому жителю Санкт-Петербурга купить единый билет на целый год, то это даст ему все еще бюджет, превышающий бюджет на жителя Саратовской области в 4 раза. Мы не можем прожить ни на 5, ни на 4? Конечно, мы можем. Петербург наш город. Транспорт должен быть бесплатным. Не будет как в Таллине, будет как в Сантьяго. Ура, товарищи! Питер наш город! Питер наш город! Питер наш город! Питер наш город! Спасибо! Спасибо большое!